Положение шахидов и награда за самопожертвование ради Отечества. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Ва ла тякулю лимэй юкаталю фи сабилиллэхи амватум бэл ахьяум валакилла ташурун» Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Сора корова, аят 154. Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, великого, обладателя мудрости, у которого неца товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем, в эти дни египетский народ отмечает одну из величайших вечерних годовщин в истории Египта, и один из дней, когда Аллах Всемогущий даровал нашей стране благословенную победу, и дал ей возможность восстановить как землю, так и достойнство. Это победа 6 октября 1973 года, 10 рамадана 1393 года хиджри. Это великий подвиг, в котором египетские войны проявили максимальный героизм, самоотверженность, самопожертвование, настоящую веру во Всевышнего Аллаха, истинную уверенность в том, что Аллах непременно окажет им победу, искренность с самим собой, сильную решимость и волю на пути достижения преследуемой цели. Когда цели есть крупные и честные, а задачи есть и благородные, пожертвования должны быть дорогими и драгоценными. Причем самым дорогим, драгоценным и значительным является самопожертвование в поисках шахады, мученичества, ради Всевышнего Аллаха. Человек обязан отдать свою душу для защиты своей религии, родине и чести, а также в целях обеспечения обороны страны, чтобы занять высокое место, то есть получит шахаду. Поистине, шахада является благородным статусом, подарком от Господа и даром от Всемогущего Аллаха, который наделяет ей того из людей, кого любит больше всего после пророков и праведников. Аллах Всемогущ, Он и Велик, изрек. Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники! Сура женщины, Аят 69. Так, когда Аллах избирает какого-то человека для получения шахады, это представляет собой доказательство удовольствия Всевышнего Аллаха этим человеком. Какая же прекрасная, какая же степень является высшей шахадой в Священном Коране! Об этом указывается в словах Всевышнего Аллаха и избрал среди вас павших мучеников. Сура семейства Имрана, Аят 140. Вечахи пожертвовал собой для того, чтобы удовлетворить своего Господа и защитить свою Родину, а также он отдал предпочтение последней жизни перед Мереской, одержал победу над своими желаниями и страстиями, принял участие в сражениях для обеспечения обороны религии и Отечества. Да будет блажен шахид своим благословенным местом, и пусть его торговля на пути Аллаха будет выгодной и прибыльной. Аллах, слава ему и величия, сказал «Инн Аллах аштараа минал муаминин а амфусахум ва амвалахум би анна лахуму лжанна юкатилуна фи сабили Аллахи фа якатулуна ва юкаталун ваадан алейхи хакам фи тавраати вал инжили вал Куран». Ваистину Аллах купил уверующих их жизни и иммущиства ва бминна рай они сражаются на пути Аллаха убивая и погибая таковы его обещания и обязательства в Таврате, Туре, Инжиле, Евангелии и Коране. Сура Покаяния, аят 111. Какое же прекрасное качество, чья награда есть рай? Передается, что Омм Аррабиа бинт Альбара Мадхариси ибн Сураки пришла к пророку, мир ему благословение Аллаха и сказала, «Апосланник Аллаха, не расскажешь ли ты мне о Харисе?» А он погиб в дембитве при Бадре от неизвестной стрели. Она продолжила, «Если он в раю, то я буду терпеть, а если все иначе, то я стану горко плакать о нем». Он же сказал Омм Арреса, «Поистине в раю есть разные сады, и поистине сын твой в наивищем Фердаусе». Настоящий шахид – это тот, кто проявил искренность перед Всевышним Аллахом, всего себя принес в жертву ради Него и приложил все усилия, чтобы возвещать Слово Аллаха, защищать свою землю и поднимать знамя своей Родине. Передаются слова Абу Муси, да будет доволен им Аллах, что как-то раз к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел какой-то бедюин и сказал, «А посланник Аллаха, один человек сражается ради военной добычи, другой сражается ради славы, а третий сражается на показ. Так кто же из них находится на пути Аллаха?» Вот ведь ему посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «На пути Аллаха находится человек, сражающийся ради того, чтобы превыше всего было Слово Аллаха». Настоящий шахид – это тот, кто не принимает всякое унижение, отвергает все оскорбление и противостоит любому, кто пытается напасть на его собственность или имущество. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, пророк сказал, «Один человек пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил о посланнике Аллаха, «Скажи, что я должен делать, если ко мне явится человек, желающий отобрать мое имущество?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не отдавай ему своего имущества». Человек спросил, «А если он нападет на меня?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Сражайся с ним». Человек спросил, «Скажи, а если он убьет меня?» Он сказал, «Тогда ты станешь шахидом». Человек спросил, «А если я убью его?» Он сказал, «Тогда он попадет в ад». Настоящий шахид – это тот, кто защищает свою землю, честь и родину. Ведь защита родины и чести для настоящего мусульманина подобна защите души, религии и имущества. Потому что религия должна иметь родину, где она может содержаться и защищаться. Саид Ибнезай передает, что пророк, мир ему благословит Аллаха, сказал, «Кто погиб, защищая свое имущество, тот мученик – шахид. И кто погиб, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или защищая свою религию, тот мученик – шахид. Таким образом, значение шахады связано с самопожертвованием ради Аллаха во всех ситуациях, требующих защиты религии, чтобы слово Аллаха стало превыше всего, и защиты земли, чтобы ее сохранить и устранить посягательство на нее. Ведь любовь к Родине исходит от двери. Какая же хорошая награда будет уготована солдатам вечной битвы и пересечения, те, которые поливали в египетскую землю своей очищенной кровью, а после смерти приобрели довольство Аллаха и попали в обещанный Аллахом рай. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он включил нас в число шахидов. Шахада на пути Аллаха Всемогущего имеет великие плоды, в том числе шахиды живы и получают удел у своего Господа. Всевышний Аллах говорит «Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах дарвал им по своей милости и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут обчалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости и тому, что Аллах не теряет награды верующих». Сура Семейства Имрана Аяты 169-171 Да, они живы и не мертвы. Они обретают свой удел у своего Господа. Они счастливы тем, что Аллах им дал в вечном рае, где есть то, чего не видит глаз, о чем не слышало ухо, и чего даже не представляло себе сердце человека. Они радуются своим братьям, которые будут приходить к ним. Там нет печали, горя или беспокойства. Там есть только радость, блаженство и наслаждение. Джабр ибн Абдуллада будет доволен ими обоими, Аллах сказал, «Однажды посланник Аллаха встретил меня и спросил, «Джабр, почему я вижу тебя с разбитым сердцем?» Джабр ответил апосланник Аллаха, «Мой отец принял мученическую смерть и оставил издевенцев и долги». Пророк в мире и мое благословение Аллах сказал, «Разве я не дам вам радостной вести о том, с чем Аллах встретил вашего отца?» Джабр сказал, «Да, о посланник Аллаха». Пророк сказал, Аллах никогда не разговаривал ни с кем, кроме как через завесу, но он говорил напрямую с твоим отцом и сказал, «А мой раб, попроси у меня что-нибудь и я дам тебе это». И я дам тебе это. Он сказал, «О, Господи, верни меня к жизни, чтобы я мог быть убит». «По твоему делу» во второй раз. Господь прославленный он не сказал, «Я уже постановил, что они не вернутся к жизни». Он сказал, «Господи, тогда передай эту новость тем, кого я оставил позади». Аллах сказал, «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха». Более того, шахиды имеют у Аллаха шесть особенностей. Сообщается, что Аль-Микдад ибн Маади якреб, да будет доволен им Аллах, передал, посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Для шахида у Аллаха есть шесть особенностей. Ему прощаются грехи с первой каплей крови. Он видит свое место в раю. Он защищен от наказания могилей. Он огражден от великого ужаса в день суда. На голову его будет одета корона, одень яхнут, который лучше, чем весь этот мир и все, что в нем. Его женят на 72 женах из числа райских красавиц, и ему предоставляется возможность заступаться перед Аллахом за 70 своих родственников. Англии укрывают павшего мученической смертью крыльями. Аль-Бухари передал со слов Джабира, изувеченное тело моего отца в день битвы при уходе принесли к пророку миримому благословение Аллаха и положили перед ним. Я хотел открыть его отцу, но мои родственники запретили мне это. Раздался женский плач. Тогда пророк миримому и благословение Аллаха сказал, зачем ты плачешь, не плачь, ведь Англии все еще укрывают его своими крыльями. Павший мученической смертью окажется в раю в первой группе, минуя расчет и наказание. Передается со слов Амр и Аз Давыд довольный им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует сказал, поистине Аллах призовет рай в день суда и тот предстанет в своем убранстве и украшении и он скажет, где же мои рабы, которые сражались на пути Аллаха и были убиты и те, кто подвергались мукам на пути Аллаха и усердствовали на моем пути, войдите же в рай и они зайдут в него, минуя расчет и наказание. Затем же прибудут Англии и скажут Господь наш, мы день и ночь восхваляем и высоко чтим тебя, но кто же они, которых ты укрепил над нами? И Всевышний Аллах, Свят Он и Весок ответит, это ты, который сражался на моем пути и подвергался мукам на нем. И Англии будут входить к ним с каждых фрат со словами Саламуна алейкум бима сабартум фани ма укуб аддар «Мир вам за то, что вы проявили терпение, как же прекрасна последняя обитель» Сурамолния аят 24 мученики получат прекраснейшие и лучшие дома в раю отца Мураб ибн Джун Дуба да будет доволен им Аллах передали пророк миримого благословения Аллаха сказал «Я этой ночью видел во сне двух людей которые пришли ко мне подняли меня на дерево и ввели меня в дом прекрасней и прекрасней которого я никогда не видел потом они мне сказали это дом шахидов по этим причинам мученик единственный кто хочет снова вернуться к жизни чтобы снова погибать ради лика Аллаха передаются слов Анаса да будет доволен им Аллах что пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал никто из вошедших в рай не пожелает возвращаться в мир этот даже если предложат ему все что есть на земле никто кроме шахида который захочет вернуться в мир этот и быть убитым 10 раз увидев какая честь ему будет оказана в другой версии увидев сколь высоко достоинство мученической смерти за веру вот что я хотел бы сказать я прошу Аллаха прощения для меня и для вас хвала Аллаху Господу миров в мире благословения печати всех пророков и посланников нашему господину Мухаммаду его семье сподвижникам и всем кто последовал за ним вплоть до судного дня мои братья в исламе воистину достижение великых целей и крупных задач в этой жизни требует соответствующих огромных жертв при этом нет сомнения в том что величие целей честность назначения и благородность задач требуют высочайшего уровня жертв и чести это касается любого кто пожертвовал ради своей религии и родине наш долг перед нашей дорогой родиной и нашей праведной религии состоит в том чтобы мы вместе упорно стремились и проявили прекрасное взаимодействие для обеспечения им надлежащей защиты и сохранения их безопасности против любого врага или любой угрозы а также нам необходимо объединять усилия с тем чтобы удержать всех кто мог бы нанести вред нашему отечеству каждый из нас должен в это вносить свой вклад настолько насколько это возможно и в рамках собственной деятельности и ответственности мы поздравляем себя с нашими героическими солдатами которые крепко держат за веру всемогущего Аллаха были верны завету что они заключили с Аллахом и смогли с твердой решимостью и сильной уверенностью привлечь наш любимый Египет в направлении строительства и реконструкции нам также следует приветствовать и выражать признательность доблестным вооруженным силам в день их славной победы кроме того у нас есть еще одна роль быстро переплыть на берег развития и просветания труда и производства чтобы доказать всему миру что дети и внуки тех кто пересек непроходимую линию парлева и ворвался в огненные крепости в этот славный день способны преодолеть все трудности ради достижения безопасности мира развития и просветания с созволения Аллаха причем мы должны быть одним рядом словно проченному строению позади нашего мудрого политического руководства наших доблестных вооруженных сил нашей национальной полиции и других государственных институтов Аллах защиты Египет и его народ обеспечи им постоянный мир и всегдашнюю безопасность надели им щедростью зажиточностью и обильным уделом института